На неделе стартовал четвертый сезон конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект платформы «Россия. Страна возможностей», запущенный по инициативе Владимира Путина. Сейчас идет прием заявок. У участников ждут 8 тематических треков. Зарегистрироваться нужно до 26 апреля. Двое из победителей прошлых сезонов стали губернаторами. Шесть человек – заместителями федеральных министров, четыре – мэрами городов, в том числе региональных центров Нижнего Новгорода и Якутска. Есть среди победителей конкурса «Лидеры России» те, кто теперь работает заместителями глав крупнейших российских корпораций. Например, Сбербанка, Ростелекома и директорами крупных заводов. Мне кажется, что победители конкурса «Лидеры России» как раз показывают главную вещь, для которой президент и принимал решение о запуске этого конкурса. Что в России сегодня действуют социальные лифты. Для государства принципиально важно, чтобы квалифицированные управленцы работали и на государственной службе, управляли промышленностью и бизнесом, работали в здравоохранении и науке. Поэтому главное, чтобы везде была возможность для людей, которые обладают хорошей квалификацией, профессиональными знаниями, готовы служить своей стране, чтобы у них была возможность двигаться вперед и занимать серьезные руководящие посты.